Поехали на эпическое противостояние. Иремия против СССР. Матч Века. Ну, по крайней мере, матч группы уж точно. Два фаворита явных. По идее, вообще, данные команды должны сражаться в финале. Ну, или Иремия СССР, или КМС СССР. Сейчас мы найдем. Дрынс, игру, и поехали. Поехали первый раунд. Заход через Зигу на точку А вчетвером. СССР пытается это сделать. В принципе, перемешаны два состава красных и старой Иремии. На данный момент мы сейчас видим. Единственное, кого здесь не было никогда, это Биг Бир. Не играл он ни в красных, ни в Иремии. С Биг Биром Харек играл не с кликах. А так, в принципе, две старинные команды поперемешались и играют друг с другом. Выбрали карту радиостанции от Черком. Выбрали стороны. За атаку начинает СССР. Так, секунду. Секундачку. И, 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 о чем я говорил, забыл. Ну, в общем, не знаю. В общем, не знаю, как оно будет. По идее, катка либо будет очень сильно напряженная и, возможно, сенсационные победы СССР... О, еремия, это все закончится. Потому что... Кроссфайер Мастер 2 у нас подобная ситуация была. Тогда Еремия, по-моему, у красных сенсационно выиграла. По-моему, не буду врать. Но какая-то у них такая там победа была. Могут. могут в данной системе сделать чудо нормальный группа палки что нам чат ну в принципе предыдущая игра была нормальная нормального в разы классная классная получилось так что-то я не могу никак адаптироваться после прочтения чат это какой-то дурманящая хренатень нельзя вообще туда смотреть абсолютно нельзя подползает у нас аксивер потихонечку этот фоксимус интересный а ну простоял за углом и просто отпустил эхма но в спину убить этого это вам не в лицо это в за сложнее всегда тем временем на точку а выход от ссср снайпер это хорек естественно за вагоном выживает выходит с дигла стреляться на арс минус 2 отлично так ну и лол хп смотрите у эксивера фоксимуса должна быть инфа от харька по хп эксивера и по идее должен нам ждать пика бомбы на точке а долго и упорно если эксивер сейчас спина ему не зайдет чего он блин насколько хитер фоксимус не оглянется фоксимус походу не оглянется если сделает сейчас у я все равно проигрывать не успел стрельнуть с реакции с утра проблемки 2-0 в пользу ссср за атаку столько понтов а сейчас будет разгром 10-4 пишут нам но возможно возможно так и будет как бы есть шанс у этих команд и в полуфинале и финале еще встретиться поэтому первое притирочное противостояние такое примерочное подбирать ключ замку можно здесь и проиграть в принципе и ими и почему бы и нет не проиграть все будет решаться не сейчас у ними есть еще шанс на ошибку есть парой магаре мисклик которая в полуфинале нижней сетки на данный момент находится и в принципе на победителя этой пары и римея если проиграть сссром попадет в полуфинал можно и со второго места попадать и попадать в полуфинале тогда на команду кмс ну как бы не очень этого хочется естественно и римея да и ссср подавно и и и опять-таки выход по зиге по самой короткой дистанции вайс и воляр по одному хорёк работает хорёк вообще специалист последнее время на короткие дистанции зачем ему вп спрашивается если он фаззумит в упор исключительно подобное можно проделать и с калашом прицеливаясь в голову в упор или просто зажимая в тело пока 3-0 и пока как бы не видно за счет чего будет команды и римея пытаться взять раунды то что они сейчас поджимают дл это конечно хорошо но на эту дл вряд ли пойдут после такого массированного закида поняли что здесь народа много залетела 2 хае 2 флешки и как бы а зачем хотя и ксивер смотрите вышел постреляться сивер минус 2 бигбер в ответочку только арсу снял это не на дл как они встретятся в полуфиналах если они из одной группы не как да то я сказал в финале могут встретиться и как они полуфинале не встретятся а а 43 подползает атака к точке б кстати впервые будет пробитие именно этой позиции здесь у нас непонятный человек вот вообще даже кстати не удосужился я спросите у харька вчера кто кто это такой да и вряд ли он бы мне ответил это спрашивал кто у вас пятый мне не сказали отлично вайт заходят на минус 2 по головам и воллер третью голову ставят 4-0 как-то пока кисленько от еремии возможно они не настроены здесь играть абсолютно ссср будут проходить по нижней сетке попытаться стоит занимается подкова ну атака абсолютно не так пошел раскид точки б встречают здесь теперь вдвоем и дрейс подошел к фоксимусу за никто такой фоксимус мне что то он напоминает вантус флешечка под себя выход хороший фоксимус а ну что ты не чекнул лево чекнул минус 2 дрейс подчистил втроем троих точнее они в курах снимают всех кто заходил еще один минус минус зиппер и арс последний на песках у себя на респе бись бомбы 4-1 размочили ща велик разыграется ну давайте посмотрим пока что харек 5-4 и это единственный человек кто в плюсе остальные велик кстати на последнем месте пока что видимо ночь была бурной а а а а может быть даже и очень бурной а может быть она еще и продолжается у велика ну хотя смотрите если я просто не помню в этой же позиции он стоял и эту же зигу он смотрел предыдущий ранды три раунда в зигуна заходили и велик был первый на встрече именно с этим я связываю его 0 и 4 по другому никак опять смотрите опять на него ползут и опять велик никого не снимает 0 5 ну с подстраховочкой бы играть тогда такие позиции либо велику вставать дальше да где харек уже на прицеле может контролировать так велик ложится отдыхать никого не снимая харек конечно размен делает убивает грозного иксивера но но 3 в 4 одну из точек можно сказать открыли вот допустим центр здесь один единственный немобильный харек минус фокзимус пошел в поджим в далекий первый будет на встрече харек со своим эвп точки б пропрыг первого не ловит ловит флешку бигбир почему-то ну бигбир по ходу флешон и как раз ему перед лицом харьку за спину прилетела бигбиру в лицо это флешка бигбир пошел через куры обходить все харька зачекали харька зачекали и как раз таки из кур бигбир не решился обходить еще один раунд еще один раунд за командой ссс 5-1 да пишет незабываемая ночь с харьком была да вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли встреча у нас на дл 2 в 1 атака разменялась 2 в 2 да решили вообще абсолютно все отношения выяснить именно на этой позиции синхронно уже заходит на зигу таким образом получается дефу в спину атака и харька запирают на подкове с овп фоксимус что тоже нет с калашом неплохо неплохой раунд ну повезло конечно с разменами очень сильно на дл если бы все закончилось на это самый дл не в пользу еремии то раунд сложился в пользу конечно же ссср 5-2 5-2 7 раунда сыграли 2 в розыгрыше осталось опять таки решили сделать мясню на дл сколько еще игр будет 2 игры группового этапа и затем плей-офф 2 полуфинала в финал еще 5 не считая эту сегодня прям насыщенный день каждый час по игре без перерывов без пауз максимум на 10 минут так мы решили про чек поджима сыграть ссср такая интересная флешка под потолок кстати не сыграла она абсолютно и велика здесь нет проверили на всякий случай легкой жертвой велик является таким ходячим он под фрагом 0.6 у него уже кстати последний раз мы видели у него 0.5 ну и никто не поджимает дымовая тоже тоже будет первой жертвой в линейку встала и риме кроме велика который далеко в поджиме на подкове абсолютно никто не пытается идти укрепляется под б вместе с бомбой волер будет отрезающим звеном отрезающим троих на дл если пойдет до конца чекает ну может здесь конечно на харька нарваться может и нарваться дистайм дистайм поймал харек волер может заходить уже теперь свободненько на точку а и отрезать спину его десантируется в риску и двоим спину благо что развернулся бигбир миссию свою выполнил зиппер на фазуме заходят в б один в троих нервничает ну а че не нервничать план капкан сорвался заходящие в куры все погибли зиппер в упор в голову засовывает просто в рот дигл бигбиру и опа опа а нету никого с харьком на дуэль два снайпера эту дуэль выигрывает на дигле харек в голову 5-3-8 раундов один остался в этой половине но ситуация не такая уж и плачевная становится для еремея в принципе четвертый раунд набирая могут они побороться и за более сильную сторону во второй половине стоит конечно отметить что карта радиостанция абсолютно дефолтная и стороны здесь примерно одинаковые ну точнее половины примерно одинаковые можно сыграть с примерно одинаковыми по силе командами как это раньше было да у красных постоянно сначала они сторону атаки 7-2 выигрывали потом сторону защиты 7-2 проигрывали 2-7 проигрывали поэтому такое ереме может за атаку те же самые 5 раундов свободненько набирать в натуре почему эверет велик потому что фамилия у него в великанов все очень просто опять тихие тактические сплиты вот команда эссер решает все таки не дефолтно от минуса от соперника играть а по своей стратегии просто напросто заходить вот эти вот конечно десанты от волера напоминают мне чуть другую игру но раунд берут раунд берут это 6-3 это первая половина 9 раундов сыграно будем меняться ничего не могут сделать и велик стоящий в зиге не помогал и велик не стоящий в зиге не помогает как-то все печально у ереме и зигой 4 раунда взяли пробивая ее и больше ничего делали ждем смены ну пока все нормально пока более-менее в принципе такой счет примерно и должен быть маловероятен конечно был результат 5-4 вообще в пользу дефа все таки на таком уровне команда играющая за атаку имеет некое преимущество поражающиеся в счете в конечном итоге что я господи несу с утра язык сломать смотрим смотрим еремию за атаку интересно сразу что будут делать да в актив играют вот это вот меня интересует тройная длина не показывают себя не закидывают ждут сами закида соперников этот закид происходит размен пока что в пользу дефа ой 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 еремия еремия еремишка что ж ты делаешь это беда просто для еремии беда ну решили сделать упор на дл почему то самая я бы сказал трудно выбиваемая позиция с иксивером и вайсом в составе фокзимус подкараулил диппера завтыкал тот в окошко дали ему в спину горошка немножко эх рифма рифмушка базовый закид дымом постановка бомбы на точку б дрейс спокойненько ставит уходят за сигару за дальнюю даже ну и посмотрим как арс с иксивером будут выбивать все шансы у них есть с одной стороны идут иксивера зачекали арсу походу не видел фокзимус и может это для него оказаться сюрпризом нет позицию сменил все теперь ровно все ровно и второй минус первый раунд за еремии хотя поначалу так и не казалось все хорошо получилось отвлекли внимание абсолютно СССР на дл собрали там троих и четвертый и пятый водил жалом а как будто это дл ну знаете бывает такое вроде как смотришь в монитор да смотришь свою позицию а глаза ведутся ну в направлении вроде как там правее или левее мониторы где должна быть позиция где тебе дают инфу а вот там много народа так опять у нас дуэлька на дл на этот раз в пользу еремии размен 4 в 3 ну бывает такое что смотришь монитор да мыслями как будто вот держишь точку б а мыслями на точке а где инфу тебе дают что там размены какие-то идут поэтому можно завтыкать отвлечь таким образом внимание и тех кто даже не находится на той позиции где размены примерно так же вот зиппера засняли зациклился арс последний арс последний против четверых и походу еремия будет второй раунд набирать и не все так плохо как вы в чате кричите и все у еремии еще довольно таки хорошо пока безответные 2-0 ну и 6-5 общий счет один раунд по-прежнему преимущество у СССР СССР смотрите какое пошло укрепление аж в четвером атака идет дрейс хорошо пощипали прям сказочно а вот от веточки не последовали не последовало и к северу шел целиковый бабушки ушел и от дедушки ушел дымовая пошел приход зигги да ну тут килограмм конечно народа зиппер даст инфу к север вовремя оглядывается но ждет и подлость из дл ну хорек не торопится проходить почему-то пытается найти зиппера находит но находит его велик 3 в 4 такие раунды иеремии не раз брались главное выпить еще одну позицию это происходит 3 в 3 все можно закрывать точку с двух сторон бомба на руках есть надо собираться в кучку на одной хорош какой два золотых головошота при заходе на зажиме и биг бир и хорек завершают этот раунд опять таки смотрите второй раунд подряд иеремия действуя в меньшинстве выигрывает раунд ой ой 3-0 разбушевались все равный счет это 6-6 как будто бы смотрим с самого начала СССР что с вами да ничего просто страна играет команды равного уровня и когда команда абсолютно равного уровня то вот эта несбалансированность карты где превалирует атака над дефом играет очень большую роль да конечно можно говорить если бы сейчас велик вот вайсу не поставил голову еще бы одну голову золотую не поставил да то раунда бы не было но насколько неудобные позиции были и у одного и у другого у жертв велика и уже не кажется столь абсурдным да вот это желание иеремии потушить как можно больше народов в дебюте раунда на ДЛ то есть в принципе если у них в первом раунде не получилось то они по крайней мере обезглавили позиции которые эти бы люди могли смотреть да то есть убрали центр убрали одного с А получается тремя минусами убрали одного с Б и можно было уже хотя и в меньшинстве оказывались там 3 в 5 да но точнее 2 в 3 можно было забирать позиции ну первый разгромный раунд решили сыграть медленно да и СССР применили тактику сяду-ка я за лопухом притворюсь притворюсь гусеничкой а вдруг зелененького меня не будет видно и тактика это сыграло пропустили в подкову первый минус был именно оттуда потом уже прекрасным огнем доработали 3-1 7-6 в пользу СССР хорош хорек проснулся гигантское расстояние и фаззум это гигантское расстояние еще и в голову так ну не лучшее решение конечно выходить в эксивера на центре не за флешного просто выходить вдвоем попытаться сделать размен ворота очень неудобные и как бы такой вот ручеек льется просто эксивер зажал в одно тело получилось что два два сразу снял кто кто играет кстати где сейчас пипсон сколько вопросов в чате играет еремя СССР финал верхней сетки пипсон сейчас скорее всего дома сидит хотя так ну и смотрите опять который раз еремя надо вытаскивать раунд в меньшинстве 3 в 4 полностью оккупирована харьком куры пир тут еще пошел на помощь и подтягивается потихонечку велик деф деф такой себе арса на проскок будет ждать но он единственный здесь вайс второй кто будет ему помогать но поможет помочь ему быстро сможет только с ворот по дарсу 40 процентов хп минус и тишина 30 секунд вот смотрите какой далекий перетяг пошел под точку а а неужели не поверили а вот это будет сюрпризом думают что собрали всех под б что укреплена она целиком и полностью ну вот волер походу на партизане здесь если он никого не убьет нет убил дропнул бомбу и время еще сквитал это дает время подтянуться дефу на точку а на которой у нас уже есть биг бир биг бир не знает где кто крутится из-за коробки ему надо жить нельзя стреляться ни в коем случае харька сфотографировали время закончилось биг бир остается ну и пофиг вообще на него 3 2 8 6 ссср впереди ух добавить димовая димовая осколочная световая шлитная осколочная световая световая смешно Тихо ДЛ, на перекрутике, на перекрутике Фокзимуса поймали, не смог, хотя должен был закрывать эту позицию, вышел на джампер посмотреть человек, и он должен был оказаться жертвой Фокзимуса, но такое дело Ой, ну что-то он вообще закрутился и натупил Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Фокзимус конечно ржет Бигбир в проходе, минус эксивер Минус Бигбир, 2 в 3 Походу Еремея все, поплыла Поплыла, поплыла, непонятно куда Ну, были на тоненького, конечно, не сказать, что были четко разыграны раунды, те, которые Еремея 3 взяла Все они были неоднозначные, могла бы их Еремея и проиграть То, что они взяли, это индивидуальные, скорее, заслуги, и где-то повезло Я, ребята, не живу с Пепсоном, не знаю, почему Что с ним и как с ним Последний Хорек против двоих Вот теперь остается Кого-то Лолхопова снял Бомба близко, 40 секунд есть, видели ее Да, видели и снимают Харькат Сделал это зиппер 3-3, 9, 6 счет, матчпоинт для команды СССР Матчпоинт Ну, в принципе, если Еремея выиграет 2 раунда подряд, то они будут победителями в этой игре Да, ничего, не вру 7 Хотя нет, подождите Три раунда в розыгрыше Нет, не матчпоинт Два раунда, два раунда, естественно, еще Тема другим до победы Просто отдавать Еремея нельзя ни одного, чтобы победить А СССР можно отдать один жесткий прием в Зиге Размен в пользу Дефа Не проконтролировал велик своего тиммейта Ну, иритируются здесь убийцы Фоксимуза и Биг Бира Три в четыре Как всегда, раунды начинаются не в пользу Еремея Опять приходится подключать все свои силенки для того, чтобы вытаскивать раунды в меньшинстве Хорош, Дрейс Как бы тут все понятно уже Просто издеваются над харьком Зажимают его в респу С Титаника и... И-и-и Вопрос времени Ну, хотя, смотрите Вот у Зипера ХП нет На Иксивера надо два патрона На Зипера один Ну, и Вайсу надо в тело прописать фазу Ай-яй-яй-яй-яй Хорек не попал зигла 4-3 Вот теперь матчпоинт для СССР Теперь матчпоинт И теперь все ближе и ближе Почему выходим Не знаю Смотрите, ну 5-4 же был счет А, 6-3, все, натупил, сори Да, я почему-то посчитал, что 5-4 был счет Да, тогда это победа СССР Победа СССР Ну, и они в полуфинале с первого места в группе Б В группе Смерти СССР фаворитами являлись И фаворитами И победителями